Место встречи изменить нельзя. Уже который год подряд эта часть Обского бульвара на один день превращается в деревню, которую населяют представители более чем двух десятков национальностей, живущих в городе Барнауля. Песня хороша, с ней сердце моложе, русская душа без песни не может. Настоящий цветник культур, иначе и не скажешь. Барнаул всегда отличался смешением самых разных народов, а также тем, что они живут здесь в мире и согласии. Каждая палатка – это такая импровизированная национальная изба. Вот давайте зайдем в одну из таких изб. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый Шумбард! Мы – Мордва, мордовский народ. А что это на столе? На столе национальные блюда называются каймак, кулага, чапа-маловсы – это мордовские блюда. Песни и еда, еда и песни – то, что и связывает и отличает разные народы, говорит сразу и многое об их истории и характере. Здравствуйте! А вы? Мы – представители еврейской национальной культурной автономии города Барнаула. А что это за печеньки? Ну, это не печенье на самом деле, это лепешка, называется маца. Та самая? Да, та самая. Заменитое? Да, та самая еврейская лепешка, которая была самым множеством разных мифов. Однако делается она из одной лишь воды и муки. Позвольте прикоснуться к истории, многотысячелетней истории еврейского народа. Трудно вам пришлось. Люди Востока и люди Запада, славяне, азербайджанцы, прибалты, нашлось место в национальной деревне и тем, кто просто приехал поучиться в Сибирь издалека. Здравствуйте! Намасте! Намасте! Так, а вы кто, откуда? Мы из Индии все, и мы вам показываем, у нас приправа уже вот. Настоящие индийские приправы? Да. Это куркумба. Как хорошо, что один лишь запах, вот этот особый пряный индийский запах, может сразу многое рассказать об этом замечательном народе и об этой потрясающей стране. Национальные блюда и песни задали настрой тысячам горожан, и это лишь начало праздника. Все самое интересное еще впереди. Илья Кочетков, Александр Антропов, День с толком.